Всем привет! Сегодня мы с вами приготовим торт в виде шара. Начинку я хочу сделать молочная девочка. И для коржей мне понадобится сгущенное молоко, здесь у меня мука, разрыхлитель для теста и щепотка соли, растительное масло, сливочное масло, я его растопила и остудила, и яйца. Я взяла одно яйцо маленькое и один желток. Общий вес 70 грамм. Можно взять одно большое яйцо. Ориентируйтесь на вес. Вес должен быть 70 грамм. Все продукты комнатной температуры. Это очень важно. И теперь я все вместе соединяю. Яйца я немножко взобью и выливаю в сгущенное молоко. Также вливаю растительное масло, сливочное масло и хорошо перемешиваю. Взбивать не нужно. И добавляю муку с солью и разрыхлителем. Вот такое получается тесто. И теперь я его оставлю где-то минут на 30 на столе. Пусть оно немножко отдохнет. Тесто постояло у меня полчаса. Посмотрите, какое оно стало густое. Выпекать я буду на силиконовом коврике. Взяла вот такую разъемную форму. Диаметр ее 16 сантиметров сделала. И буду сразу выпекать по 3 коржа. 2 коржа можно сделать диаметром 10 сантиметров. Но я выпекаю все коржи 16 сантиметров. А потом обрезаю сколько нужно. Выкладываю примерно 1 ложку теста. И разравниваю. Вот даже ложка неполная получается. Вот один корж. Вот в таком виде ставлю в духовку. Духовку я разогрела до 190 градусов. Режим конвекции. Выпекаю буквально 5-7 минут. Я выпекаю их до бледно-золотистого цвета. Сильно такие коржи лучше не зажаривайте. Чуть покрылись золотистой корочкой. Доставайте. Время скажу точное после выпечки. До такого состояния я их выпекаю. Выпекала буквально 5 минут. Теперь они остынут. Я всегда вырезаю в квадратики пергаменты. И перекладываю их на пергамент. Как только чуть остынут. Коржи я испекла. Их получилось 14 штук. И вот они у меня остыли. И я их могу стопочкой друг на друга сложить. Вот так на пергаменте. И тогда они точно не прилипнут. Корпус я буду делать вот в такой пластиковой форме. Диаметр ее 18 сантиметров. Я ее протерла изнутри водкой. Сделать это нужно обязательно. Чтобы ваш корпус хорошо выходил из формы. Подставку буду делать вот в такой форме. Она идет именно для диаметра 18 сантиметров. Я этот торг делаю для своего сына. Поэтому я его перевозить никуда не буду. Но если вам нужно будет торг перевозить. То я считаю, что диаметр этой подставки очень маленький. Лучше взять обычное кольцо. И залить шоколад или шоколадную глазурь в него. И делать я буду из шоколадной глазури. Так как сейчас у меня на кухне очень жарко. И шоколад затемперировать просто не получится. Поэтому я решила сделать из шоколадной глазури. Я взяла шоколадной глазури 250 грамм. Вообще у меня уходит на шар диаметром 18 сантиметров. Где-то 400 грамм глазури. Нижнюю часть, нижний корпус я делаю потолще. Так как вся нагрузка торта идет именно на нижнюю часть. А верх я делаю чуть потоньше. И примерно уходит 400 грамм. Я под видео напишу, сколько именно грамм у меня ушло и на верхнюю, на нижнюю и на подставку. И сейчас эту глазурь я растоплю в микроволновке. Вот глазурь я растопила. Температура 35 градусов. И выливаю в форму. И распределяю вот так по форме. И сливаю обратно в форму. Очень важна здесь температура глазури. Если вы сильно разогрейте, глазурь будет очень жидкая. И она будет дольше схватываться. Не заливайте форму, если у нее температура выше 40 градусов. Вот градусов 35. Это самый оптимальный вариант. Вот она уже схватывается даже. Это будет первый слой. Немножко переворачиваю. Другой стороной. Дальше я беру досочку. Одеваю ее в чистый пакет целлофановый. Вот так переворачиваю. Вот она у меня немножко постоит. А потом я ее уберу в холодильник. Форму на 10 минут я ставила в холодильник. Буквально на 10 минут, чтобы залить второй слой. Глазурь я немного нагрела. Температура 43 градуса. И сейчас заливаю второй слой. Буквально быстренько. Она застывает буквально на глазах. Можно лопаточкой вот так помочь. Второй слой нужно работать быстро. Лишнее я сливаю. И выравниваем края. Если вы где-то видите, что более край тонкий, можно вот так добавить лопаточкой. И зачистить. Вот так аккуратно проходимся по всему краю. Переворачиваю сюда форму. И теперь убираю в холодильник примерно на 1 час до полной стабилизации. Беру форму для подставки. И также заливаю шоколадную глазурь. Хорошо отстукиваю. И также убираю в холодильник. Ну вот, достала я форму из холодильника. Она полностью застыла. Стабилизировалась. Сначала прохожусь немножко по краю. И аккуратно достаю. И вот такая вот блестящая полусфера получается. Также достаю подставку. Дальше я беру подложку. Беру ту же шоколадную глазурь. Вот здесь вот промазываю. Можно глюкозным сиропом промазать. И приклеиваю. Теперь я беру ту половинку, которая у меня потяжелее. Беру горячую ложку. Вот она у меня в кипятке лежала. И верхушку растапливаю. Растапливаю как следует. Мне нужно, чтобы прям отверстие сделать. Если просто растопить, то ваша бомбочка может просто оторваться при перевозке. Вот прям как следует делаем отверстие. Вот сюда добавляю шоколадную глазурь. Растопленную. Переворачиваю. И устанавливаю. И вот в это отверстие наливаю шоколадную глазурь. И таким образом она будет единым целым вместе с дном. И тогда она у вас никуда не денется. Я это отверстие заделала. Теперь поставлю в холодильник. Она застынет в таком состоянии. И таким образом эта подставка вместе с тортом будет как единое целое. Ну и осталось мне сделать крем. Я решила сразу показать, какие именно продукты я использую. Потому что очень часто пишут, не получился крем, не взбились сливки и так далее. Я использую сливки. 33% жирности обязательно. Сгущённое молоко Алексеевское. Ванильная паста Гузман. И я основную часть беру маскарпоне. И немного добавляю виолетта. И теперь я сначала творожный сыр, маскарпоне и сливки взобью вместе. А потом буду добавлять сгущённое молоко и ванильную пасту. И сразу вливаю сливки. Взбивать буду ручным миксером. Вот у меня всего три скорости. Я сначала взбиваю на минимальной скорости, а потом взбиваю на второй. Больше не добавляю. Вот взбивала ровно одну минуту. Дальше добавляю сгущённое молоко и ванильную пасту. Здесь уже взбивать сильно не нужно. Просто перемешать. Ну вот такой получается крем. Приступаем к сборке. Первый и последний корж. У меня будет диаметр. Вот этот диаметр 9,5 см. Вот я его сейчас. На дно сначала кладу крем и вот этот маленький корж. И дальше собираю корж, крем, корж, крем. Крема не жалейте. Всё равно у вас торг никуда не уедет. Второй корж тоже нужно немножко обрезать. А можно прям ножницами вот я по кругу обрежу. Его диаметр 14,5 см. Придавливаю. Следующий корж я также обрежу ножницами. Вот я обрезала 14 см. И верхний корж я также сделаю этой вырубкой. И оставшимся кремом всё покрою. Вот хочу показать. У меня осталось буквально 3 коржа. Всего было 14. Получается на торт у меня ушло 11 коржей. Крем ушёл весь. В микроволновке нагрела тарелку. И сейчас аккуратно немножко расплавлю края. И приклеиваю. Где остаётся пространство, растопила шоколадную глазурь. И добавляю. Прям туда носик. Это плотная ацетатная лента. Вот мне лучше всего разравнивать. Вот так вот. Ну вот. Всё готово. Убираю торт в холодильник. Такой торт можно поставить на ночь на стабилизацию в холодильник. Но перед тем, как велюрить, обязательно на полчаса нужно поставить морозильную камеру. Я пробовала велюрить и просто с холодильника, и с морозилки. После морозилки велюр получается намного лучше, чем если после холодильника. Для велюра я беру 60 грамм белого шоколада и 40 грамм какао-масла. Можно взять 50 на 50, но особой разницы я не заметила. Поэтому я делаю какао-масло чуть поменьше. И также мне понадобится краситель. Краситель нужно обязательно брать жирорастворимый. Это очень плотный краситель. Очень красивый. Я сейчас растоплю по отдельности какао-масло и шоколад. Почему по отдельности? Потому что какао-масло топится на более высоких температурах. Поэтому растапливаем по отдельности и потом вместе соединяем. Шоколад и какао-масло я растопила. Вливаю какао-масло в шоколад. И перемешиваю. Можно сразу добавить краситель. Он, видите, такой блестящий. Еще добавляю краситель. И чтобы краситель хорошо разошелся, нужно пробить погружным блендером. Рабочая температура велюра 32-35 градусов. Поэтому мне нужно остудить массу. Вот сейчас у меня 43. Я ее буду остужать до 35 градусов. Велюр я переливаю в кондитерский мешок. И кондитерский мешок вставляю в бачок краскопульта. Краскопульт Дека. Вот, можете заскринить. Покупала его года полтора назад на Озоне. Цена его была где-то 3200. Меня он вполне устраивает. Велюрит хорошо. Для велюра я использую вот такую большую коробку. Верх и столешницу я закрываю пакетом для мусора. И фиксирую ее скотчем. Также поворотный столик, верхнюю часть, покрываю пищевой пленкой. Вот, защелкнула. Подальше отводим велюр близко, не велюрем. Отводим подальше. Теперь убираю в морозилку хотя бы на 5 минут. И буду продолжать. Торс постоял 15 минут в морозилке. Продолжаю. Вот 100 грамм велюра хватает на вот такое вот покрытие. Если хотите более плотное покрытие, то велюра можно взять где-то на полпорции больше. Развела спиртом вот такой вот золотой блеск. И хочу сделать брызги золотые. Взяла кисточку жесткую. Я переложила на чистую подложку. Я не люблю, когда подложка завелюрина. Также добавлю сусальное золото. Закреплю его на нейтральный гель. Циферку 12 просто положу. И еще я сделала звезды. Крепить буду на остатки велюра. Вот я нанесла велюр на звезду. Ну и покажу вам поближе. Вот такой тортик у меня получился. Ребенок счастлив. А звезды вот эти вот я в итоге приклеила в холодильнике. Так как у меня фризера нет. И я их попыталась сделать на кухне. Но на кухне очень жарко. И они не клеются. В итоге я торт поставила в холодильник. Открыла дверь. И там буквально за одну минуту приклеила все три звезды. Велюр схватывается моментально. И очень хорошо все приклеилось. Так что у кого нет фризера, можно это сделать в холодильнике. Ну как вариант. И так блестит красиво. Ну и на этом буду прощаться. Всем, кому понравилось, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. И всем пока!